О Зангизурском коридоре уже говорилось и писалось много, как о внезапном возбуждении Ирана по этому вопросу. В последний год-полтора нам доводилось не раз замечать сперва настороженные отношения Тегерана к самой, казалось бы, невинной возможности граждан соседнего Азербайджана, единоверцев, между прочим, свободно ездить в область волею исторической судьбы, отделённую от основной части страны и превращённую в географический эксклав. Постепенно эти настороженные оглядки, недомолвки и хождение вокруг да около переросли в косые взгляды, которыми стали закидывать нас с того пока ещё иранского берега приграничной реки Араз. С каждым новым разом реплики становились всё менее завуалированными, всё более резкими и со временем обрели даже форму открытых угроз. В Тегеране вдруг вспомнили о недопустимости территориальных изменений в регионе. Хотя до этого 30 лет закрывали глаза на оккупацию, изгнания из родных земель мусульманы даже всячески помогали агрессору, и не только экономически. Очевидно, гешефт от наркотрафика, курируемого корпусом стражей так называемой «Исламской революции» и проходящего через бесконтрольную границу в тогда ещё оккупированной части Азербайджана, все эти десятилетия перевешивал основополагающие постулаты ислама. А прибыль, которую мулакратия не брезговала извлекать из сотрудничества с армянами в этом греховном бизнесе, затмевала ей глаза, когда дело касалось мечетей, превращённых теми в свинарники. 44-дневная война, вскрывшая с одной стороны этот гнайник, с другой стороны неожиданно закрыла эту прибыльную для кое-кого лавочку. И теперь в регионе сложились совершенно иные реалии, к которым в Иране, как оказалось, не были готовы. Наряду с потерей тегераном доступа к серой зоне, которую в году оккупации представляли собой Зангеланский, Джабраильский и Физулинский районы, не готовы в этой стране оказались, к примеру, к перспективе реализации пункта 9-го трёхстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, предусматривающего беспрепятственное сообщение между Нахчеваном и западными районами Азербайджана по территории Армении. Реализация данного положения приведёт к потере Ираном прибыли от монопольного транзита через его территорию, к которому Азербайджан был вынужден прибегнуть в годы оккупации его территорий. Для Ирана же этот канал был «курицей, несущей золотые яйца», а азербайджанские транзитники «дойной коровой». Помимо этого, новые реалии закрыли для иранских фур бесконтрольный проезд как через участок Шурнуху-Эйвазлы, в освобождённом восточно-зангизурском экономическом районе Азербайджана, так и их въезд в Карабах как к себе домой. Понимаем, иранцев, приятного мало. Собственно, как повело бы себя в подобной ситуации, уважающее себя и рассчитывающее на уважение со стороны других государства? Ну, наверное, поздравила бы Азербайджан с освобождением территорий, поблагодарила бы судьбу за шанс быть выгодополучателем от многолетней оккупации территории соседа и начала бы строить новую архитектуру отношений с учётом изменившихся после войны региональных реалий. Кто угодно. Но не Иран. В этой стране сперва решили, что, меняя регистрационные номера с иранских на армянские, причём нередко повторяющиеся, они перехитрят всех и схватят кое-кого за бороду. Шибко умные падения. Одновременно там принялись поднаузкивать Армению, чтобы та саботировала выполнение пункта 9 указанного заявления. В Азербайджане видели все эти телодвижения южного соседа. Но здесь с пониманием подошли к потерям Ирана Мгешефта, извлекаемого в годы и за счёт оккупации азербайджанских земель. И наряду с открытием Зангизурского коридора согласились на сохранение иранского транзита, кстати, никогда не существовавшего до Карабахского конфликта. В конце концов, прагматично подумали и в Баку, два маршрута всегда лучше, чем один, а три маршрута лучше, чем два. Но в Иране, похоже, не оценили подобного великодушия, предпочтя сохранить за собой роль навязанного нам монопольного транзитёра. И чем больше в Азербайджане требовали от Армении выполнения взятых на себя по итогам её позорной капитуляции обязательств, и чем больше в Ереване чувствовали настойчивость Баку, тем активнее становилось вмешательство Тегерана, и тем громче начинал звучать его голос в поддержку своих армянских сестёр. На днях посол антиисламской республики Иран в республике Армения Аббас Бадахшан Зохури заявил на пресс-конференции в Ереване, что его страна не позволит создать коридор. До этого приходилось неоднократно слышать, что Тегеран не допустит территориальных изменений в регионе. К слову, мы не слышали подобных заявлений от Ирана за три десятилетия армянской оккупации азербайджанских земель, зато очень хорошо видели, как эта страна прокладывала газопровод в страну-агрессор, строила мост через реку Арас, открывала пограничный переход, которого здесь никогда прежде не было. То есть всячески способствовала восстановлению экономики страны, оккупировавшей земли мусульманы даже не брезговала участвовать в демонтаже оккупированных азербайджанских городов и сел и использовать при этом рабский труд азербайджанских военнопленных. Конечно, в Тегеране очень хорошо знают, что пункт девятый трехстороннего заявления вовсе не предполагает каких бы то ни было территориальных изменений. Коридор – это не перестройка границ. Ирано-армянская граница не перестанет существовать, и об этом в стране тоже очень хорошо знают. Хотя, с другой стороны, почему армян-иранская граница должна существовать за счет разрыва Азербайджана на две части? Почему Азербайджан должен оставаться расколотым ради того, чтобы Иран и Армения имели общую границу? Чем армян-иранская граница важнее прямой связи между двумя частями одного и того же государства? Чем? У вас свои интересы, у нас свои. И почему жертвовать интересами должен Азербайджан, а не Иран с Арменией? Но даже при всей справедливости данной постановки вопроса и несправедливости отъема у Азербайджана его исконного Зангизура, Баку на официальном уровне никогда не заявлял о намерении вернуть эту территорию и включить его в свой состав. Никогда. И пункт 9 трехстороннего заявления, под которым стоит подпись президента Азербайджана, тому подтверждение. В Иране это знают, но по-прежнему говорят о каких-то геополитических и территориальных изменениях, которые эта страна, понимаете ли, не допустит. Ну хорошо, не допускайте. Но беспрепятственные сообщения там между Нахичеваном и западными районами Азербайджана должно быть или нет? Нет, отвечают в Иране, не должно. Поезжайте через нас и платите нам. В Иране категорически не хотят, чтобы азербайджанцы ездили в Нахичеван в объезд этой страны. В таком случае возникает еще один риторический вопрос. А чем, собственно, тот маршрут, который в настоящее время прокладывается на южном берегу реки Араз, не геополитическое изменение, против которых как раз выступает Тегеран? Выходит, все, что к югу от реки, это как бы нормально. А то, что с севера, это уже угроза? Или же, вот ловите еще один риторический вопрос. Если Зангизорский коридор это какая-то немыслимая угроза для Ирана, то почему коридор север-юг из Ирана через территорию Армении не должен рассматриваться Азербайджаном тоже как угроза его интересам? Позвольте тогда и нам иногда быть против. Этот коридор мешает нашим гражданам ездить друг к другу. Внемлите тогда и нашим беспокойством. А заодно и не забывайте, что когда лидеры Азербайджана, Армении и России подписывали в ноябре 2020 года трехстороннее заявление, вас там, как говорится, рядом не стояло. Не ваши миротворцы сейчас расположены в Карабахе, пусть даже временно. И не ваши пограничники охраняют с армянской стороны государственную границу. Поэтому, чего будет позволено в Южном Кавказе, чего не будет. И как будут реализованы положения трехстороннего заявления, стороны решат как-нибудь сами. Без посторонних советов. И уж тем более, без угроз. Субтитры создавал DimaTorzok